До сегодняшнего дня в Севастополе не была установлена административная ответственность за небезопасную эксплуатацию аттракционов. Теперь же для работы предпринимателям нужно получить специальный талон допуска. Предупреждение аварии и несчастных случаев на аттракционах – главная цель, которую преследуют авторы законопроекта. Данная норма будет рассматриваться в виде административного штрафа на должностных лиц и индивидуальных предпринимателей в размере 10 тысяч рублей, на юридических лиц в размере 20 тысяч рублей. В части второй устанавливается административное наказание за эксплуатацию аттракционов после установления запрета на его эксплуатацию в виде административного штрафа на должностных лиц и индивидуальных предпринимателей в 10 тысяч рублей, на юридических лиц в 20 тысяч рублей. Ещё один законопроект об административной ответственности касается неоплаченных парковочных мест. Во втором чтении депутаты приняли документ, который за это правонарушение устанавливает штраф в полторы тысячи рублей. К слову, средний показатель по России на 100 рублей больше. Введение участков платных парковок будет осуществляться только после создания бесплатных перехватывающих парковок с количеством парковочных мест, не менее количества парковочных мест на создаваемых участках платной парковки. Для севастопольцев, проживающих в установленных границах парковочных зон, будут предоставлены резидентные разрешения, дающие право на бесплатное размещение транспортного средства на парковочном месте. По словам Ильи Пономарёва, в этом году платные и перехватывающие парковки появятся только в Балаклаве в качестве эксперимента. После того, как будет отработан механизм, во-первых, осуществления платы за парковку, во-вторых, механизм учёта тех, кто не оплатил парковку и, соответственно, может быть подвергнут административному наказанию, уже после этого этот опыт будет распространён и на другую часть субъекта Российской Федерации, город федерального значения Севастополь. Возраст, по идеалах которого государство будет оказывать поддержку в области трудоустройства, предлагают увеличить до 25 лет. С такой инициативой выступил молодёжный парламент Севастополя. Идею поддержали депутаты законодательного собрания. В первом чтении парламентарии приняли законопроект о внесении изменений в федеральный закон. Документ, который называется «О занятости населения в Российской Федерации», был принят 19 апреля 1991 года. Он устанавливает, что органы местного самоуправления могут финансировать временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, либо трудоустройство безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, если эти люди имеют среднее профессиональное образование. Закон хотят дополнить пунктом «высшее образование». Депутаты отмечают, принятие документа нужно для того, чтобы снизить безработицу среди молодых людей в возрасте от 20 до 25 лет. Например, такая категория населения, как молодые люди, которые были призваны на военную службу, вернулись после того, как они отдали долг отчизне, и далее поступили в профессиональные учебные заведения среднего или высшего образования. И, как правило, они оканчивают учебные заведения уже, конечно, не в 20-летнем возрасте. Но как раз на них не распространяется государственная поддержка, которая прописана в федеральном законе. 3 млн 618 тысяч рублей – именно такая сумма зарезервирована в городском бюджете для возврата денег людям, счета которых были заблокированы Нацбанком Украины. Соответствующий законопроект депутаты приняли в первом чтении. Возвращать средства планируют физлицам, счета которых открыты в органах Государственной казначейской службы Украины, если деньги туда поступили до 18 марта 2014 года. Расчет потребности на финансирование расходов был произведен на основании данных, представленных Федеральной службой судебных приставов Российской Федерации. Исполнение закона будет осуществляться Департаментом финансов на основании представленных Управлением Федеральной службы судебных приставов по Севастополю, реестров должников в порядке, который будет установлен правительством Севастополя. В следующий раз депутаты соберутся для проведения сессии через две недели – 18 июля. Это будет последнее пленарное заседание перед парламентскими каникулами. Святослав Данилов, Анатолий Кукс, информационный канал Севастополя.